Забуйки не заплывать. В Сарове официально открыт купальный сезон. Несанкционированная свалка мусора. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Флэш-мобка продолжения конкурса. В Сарове прошли съемки для ролика «Слава Созидателям». Далее расскажем обо всем подробно. Настоящий волшебный сад разбили в своем дворе жители дома номер 6 по улице Березовой. Среди цветов и зеленых насаждений, цветов, кустов и даже кедров, умело созданные руками местных умельцев фигуры насекомых, птиц и животных. Посадила здесь кусты эти белые с той стороны. Вот уже дальше пошло в этом году впервые. Здесь вот из орешки высадила кедр. Видите, растет. Вот им как раз маленькие из орехов вырастили. Из Сибири привезли. Ну и пока строился детсад, оттуда вот возила на колясочке все камни, чтобы обложить, чтобы красиво было. В прошлом году двор дома номер 6 по улице Березовой занял первое место в номинации «Лучше оформлений и содержание прилегающей территории, созданное гражданами и инициативными группами» в городском конкурсе за вклад в благоустройство Сарова. Вот в том году за первое место мне выделили премию. Я купила шланг теперь 25 метров. И теперь вот я утром вышла, сегодня полшестого, за два часа все полила. Принять участие в конкурсе Вера Павловна решила и в этом году. Чтобы в очередной раз удивить жюри, она мастерит новые скульптурные композиции и планирует расширить благоустроенную территорию. Конкуренция на конкурсе серьезная. Как отмечают в Департаменте городского хозяйства, красивых и ухоженных дворов в Сарове немало. Именно таких граждан мы приглашаем принять участие в конкурсе. Чтобы принять участие, нужно подать заявление в Департамент городского хозяйства письменное и предоставить фотографии своего объекта. Принять участие можно в двух номинациях – лучшее оформление и содержание объекта конкурса прилегающей территории, созданное организациями города, и лучшее оформление и содержание прилегающей территории, созданное гражданами Сарова и инициативными группами. Хочется людей как-то поощрить, потому что у нас достаточно неплохие призы. В трех номинациях у нас первое, второе и третье место. То есть это сертификаты в хозяйственные магазины, например, где можно купить какое-то оборудование, семена. Заявки на участие в конкурсе в Департаменте городского хозяйства принимаются до 1 сентября. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-68. Имена победителей станут известны в декабре. Остатки старого забора, полиэтиленовые мешки с бытовыми отходами, стекло, строительный мусор. Это не страшный сон защитника окружающей среды, а реальная свалка в первом проезде Садового общества Завета Мичурина. Собственники участков не раз обращались в редакцию канала «16» с вопросом, кто должен нести ответственность за нелегальное складирование отходов. Стояли контейнеры, потом их убрали почему-то, и вот эта свалка образовалась. А она растет или уменьшается? Не замечали? Растет, растет. Появляется больше. Территории, предназначенные для складирования мусора, отмечены в Государственном реестре объектов размещения отходов. Если же мусор свален в непригодной для этих целей зоне площадью 50 квадратных метров и более, он будет считаться несанкционированной свалкой. Длина этой свалки составляет больше нескольких десятков метров. А если вспомнить элементарную формулу вычисления площади и умножить это число на ширину, то получится достаточно внушительная цифра. Ситуация с несанкционированными свалками приобретает новый оборот в свете прошедшей по всей стране мусорной реформы. Напомним, что теперь полномочия по обращению с ТКО переданы на региональный уровень. Изменена и схема формирования платежей за вывоз и сортировку бытовых отходов. Платить за обращение с ТКО обязаны все, кто их производит. В том числе и садоводческие товарищества. В этом году ввели и мы стали платить за вывоз мусора. Тысячи полторы, наверное, больше в этом году получилось. К сожалению, председатель садового общества Завета Мичурина отказался комментировать нам ситуацию с несанкционированной свалкой. Однако спустя несколько дней мы снова прибыли на место событий и обнаружили, что территория незаконного складирования бытовых отходов немного уменьшилась. Мусор частично вывезли, а часть его просто-напросто сгребли. Свалка стала меньше площадью, но выросла в высоту. Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами пояснили, что за подобную несанкционированную свалку предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Уведомление о незаконном складировании отходов направлено в администрацию города и Министерство экологии и природных ресурсов региона. По закону, если собственник земельного участка в течение 30 дней не ликвидирует свалку, региональный оператор сделает это своими силами и по результатам проведенных работ обратится в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. Акт освидетельствования городских пляжей подписан. Официально разрешено купание только в двух местах отдыха. Это озеро Протяжное и пруд Боровое. В мае специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследование воды. По данным лабораторного контроля, пробы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Было проведено обследование дна, водолазное обследование, была проведена акарицидная и диротизационная обработка, взяты образцы песка на анализ. Все данные оказались положительными. Кроме этого, конечно, санитарно-эпидемиологическая служба ведет отбор уже по своим каким-то программам воды водоемов. Все соответствует нормативам. В течение сезона мониторинг состояния водоемов будет проводиться несколько раз. Отметим, что не все дно протяжки Борового было очищено от мусора и даже не вся линия берега. Заходить в воду рекомендуется только на территориях, огороженных буями. В других местах отдыхающие рискуют получить травмы, так как дно водолазы не обследовали. Мы проверяем только место, скажем так, захода, где до глубины 1,3 метра. Дальше уже люди плывут, поэтому дальше мы не смотрим. Там все убрано, бутылки, бревна. Пляжи Борового и Протяжного оборудованы урнами для мусора, туалетными кабинами, скамейками, ограждениями для переодевания. Сотрудники департамента городского хозяйства напоминают жителям о соблюдении правил поведения в местах массового отдыха. В том числе просят соблюдать чистоту и не оставлять мусор на пляже. Мусор ежедневная уборка у нас прописана. То есть в течение дня специальные люди должны ходить и собирать мусор. Туалеты раз в неделю должны быть вывозиться. С этим бывают проблемы, но стараемся их исправлять вовремя. На обоих пляжах оборудованы спасательные медицинские посты. Сотрудники дежурят ежедневно на Боровом с 10 утра до 8 вечера, на протяжке с 9 утра до 9 вечера. У медсестры есть набор лекарств для оказания первой медицинской помощи. Тем, кто хочет провести время в водоеме с пользой и без происшествий, спасатель Игорь Смоляков рекомендует следить за своим самочувствием и ни в коем случае не употреблять спиртное. Родителям по возможности не упускают детей из вида. Есть по определенному у нас место, огражденное гуями. Там промерена глубина метр тридцать. То есть это безопасное место для купания. Напоминаем, что на Филипповских озерах, Балыковском прудуре Кисатес, имеется значительное микробное загрязнение воды. При этом болезнетворные бактерии не обнаружены. Купаться в этих водоемах не рекомендуется. Жители, которые будут плавать в местах, не разрешенных для купания, будут штрафовать. Много вопросов у жителей города вызывают деревья, которые растут в непосредственной близости от дома. Иногда их ветви загораживают доступ света в квартиру, а порой, особенно весной, провоцируют приступ аллергии. Срубить дерево самостоятельно граждане не имеют права. По таким вопросам необходимо обратиться в управляющую компанию. Вопрос решается на общем собрании собственников. Первым делом жильцов знакомят с повесткой встречи. Также назначается проведение очного собрания, где люди собираются на придомовую территорию, около подъезда, обсуждают поставленные вопросы в повестке собрания и принимают уже решение по ним. Но, как правило, народ у нас не очень ответственный, и не все выходят, и не набирается как таковой кворум. По закону собраться должны не менее 51% собственников. При этом за вырубку должна быть половина из них. То есть из всего дома достаточно лишь 25% собственников для принятия положительного решения. На следующий день начинается заочная часть голосования, где жителям на бумаге предстоит ответить на вопросы повестки. И на основании проведенной заочной части уже подводится подсчет и составляется протокол. Если все-таки кворум на заочной части набрался, приняли участие в голосовании более 50% собственников, и из них же большинство согласны. Значит, собрание считается правомочным, и решение принято в положительную сторону. Составляется протокол, и на основании этого протокола уже будут проводиться работы по спилу дерева. Чаще всего проблема решается своевременным кронированием дерева. Однако, если это не помогает то, как показывает практика, соседи проявляют понимание и находят общий язык. Фестиваль колокольных звонов прошел в Сарове уже в пятый раз. Впервые участников и гостей принимали на территории возле нового храма святых царственных страстотерпцев. У фестиваля нет какой-то определенной периодичности. Его проводят раз в несколько лет в конце весны-начале лета. В этот раз фестиваль приурочили к празднику Святой Троицы. Хотелось бы пожелать участникам фестиваля, чтобы это было запоминающе. Именно в каждом из наших сердцах отложилось то доброе, хорошее, чтобы вновь и вновь хотелось собираться, слушать эти прекрасные песнопения. Традиционно на фестиваль в Сарове приехали его постоянные участники, представители Московской школы звонарей во главе с Ильей Дроздихиным, которые поделились опытом с мастерами из других городов и показали слушателям всю глубину и красоту колокольного звона. Профессия «Звонарь» привлекает сегодня не только мужчин, но и женщин. Анна Выдрина из Саратова занимается этим ремеслом уже 10 лет. Как признается женщина, в профессию ее привела в первую очередь нехватка звонарей. Начав учиться у мастеров, Анна освоила это искусство и теперь сама руководит школой звонарей в своем родном городе. С детства мне нравилось это. Любому человеку, русскому человеку, очень хочется иногда постучать в колокола. Искушенный слушатель по характеру звучания сразу может понять, представители какой школы исполняют то или иное произведение. Есть московские, ростовские, ярославские традиции колокольного звона. Анна Выдрина придерживается традиции колокольного звона Поволжского региона. Она больше дополняющая благовест, то есть украшающая благовест. Потому что в колокольном звоне основной звук – это благовест. И вот его витиеватость, его кружева, окружающая этот благовест, вот это и есть саратская традиция. Украсили праздник колокольных звонов, выступление творческих коллективов Сарова и приглашенных исполнителей из других городов. В каком году прошли первые зимние Олимпийские игры, что означают кольца на официальном флаге крупнейших международных соревнований, кто был залесманом летних Олимпийских игр в Москве в 80-м году. Мальчишки и девчонки из летнего профильного клуба теперь с уверенностью могут дать ответы на эти вопросы. Каждое лето Дима Белоусов приезжает в Саров на каникулы к бабушке и никогда не пропускает увлекательные смены профильного клуба. Ты больше узнаешь о мире, где что придумали. Ну и мне это очень интересно. Спорт, танцы, рукоделие, бассейн – у ребят из профильного клуба молодежного центра нет времени скучать. После викторины, посвященной Всероссийскому Олимпийскому дню, они отправятся на занятия по современной хореографии. Танцуем, мы ходим в спортзал, мы занимаемся творчеством. Я сюда уже давно хожу, у меня здесь есть много друзей, поэтому мне здесь интересно. Летние каникулы могут быть не только веселыми, но и познавательными, уверены организаторы профильного клуба. Важное место в программе смены отведено изучению точных наук. У нас проходят занятия по нестандартной математике, где они решают олимпиадные задачки. Также у них проходят занятия и по эксперименты по физике, из подручных различных средств. Летний профильный клуб существует пять лет. В этом году в молодежном центре оздоровятся, отдохнут и получат много новых знаний, две смены ребят. Кто кого похитил, где улики и что зашифровано в тайном послании? На эти вопросы искали ответы юный читатель на очередном занятии проекта «Необычные летние открытия». Ребятам пришлось допрашивать свидетелей и составлять фоторопт преступника. Сегодня мы будем выступать в роли детективов, представлять себя в роли детективов. Дети разобьются на несколько групп и будут выполнять определенные задания. Кто-то заниматься поиском улик, кто-то опросом свидетелей, кто-то снятием отпечатков пальцев. Перчатки, лупа и база данных. На банке варенья преступник оставил отпечатки пальцев. Мальчишкам и девчонкам предстояло сравнить оставленные улики с досье и установить личность похитителя. Занятие на тему детективов в рамках проекта «Необычные летние открытия» проводится в детской библиотеке впервые. У нас море книг по детективам таких детских. У меня у самой двое детей и они очень любят читать детективные истории. Поэтому и захотелось эту тему немножко побольше раскрыть, заинтересовать детей. Роль детективов примерили на себя и взрослые. Одна из площадок была организована для тех, кто сопровождал ребят в библиотеку. Мамы, бабушки и воспитатели на несколько минут стали экспертами-криминалистами. Они сосредоточенно рассматривали шедевры живописи и пытались угадать, где картина написана известным художником, а где искусная подделка. Мы искали, тоже отгадывали загадки, искали подлинники картины. Было очень интересно, занимательно. Время прилетело незаметно. Занятия в рамках проекта «Необычные летние открытия» проходят в детской библиотеке имени Пушкина каждую среду. Следующая встреча состоится 26 июня, начало в 14.00. Мероприятие рассчитано для лиц старше 6 лет. На первом этапе турнира ребят познакомили со спортивным ЧГК. Детей разбили на несколько команд. Ведущий задавал вопросы, после чего давалась минута на обсуждение. Свой вариант капитаны писали на специальных бланках, а затем по сумме правильных ответов начислялись баллы. Вопросы были самые разные. Мы вопросы не сами придумывали, но брали из ранее отыгранных турниров, немножко редактировали, местами там пришлось исправлять. Для того, чтобы правильно ответить, не обязательно было обладать обширными знаниями в разных сферах науки и искусства. Вопросы были направлены скорее на умение находить некую логику. Лучше всех со спортивным ЧГК справилась команда под руководством Ирины Сафатовой из Курчатова. Подобный формат проведения турнира ребят заинтересовал. Я считаю, что эти мероприятия нужны для сплочения коллектива и, может, для заведения новых друзей. Ну и как раз факты можно узнать из жизни других знаменитых людей. Затем участников турнира ждал брейн-ринг. В отличие от спортивного ЧГК, на этом этапе надо было опередить своего соперника, быстрее нажать заветную кнопку и выдать правильный ответ. Команда Ирины Сафатовой лишь немногим уступила соперникам, которыми руководила саровчанка Мария Головина. Мы с командой очень рады, что мы победили в этом турнире. Это было для нас очень неожиданным исходом событий. Мы очень рады, мы старались, делали все, что в наших силах. И я считаю, что мы этому заслужили. Самым сложным, по признанию Марии, было удержаться от нажатия на кнопку до того, как ведущий скажет время и прозвучит сирена. Я согласен, что для новичков это очень проблематичный момент. Даже опытные команды зачастую не выдерживают доли секунды и не чувствуют, когда нажать на кнопку. По оценкам организаторов, турнир получился. Хотя не на все вопросы команды нашли ответы, но в целом с заданиями справились. В этом году День России и День города отмечались на четырех площадках. Велопробег на площади, спортивные соревнования на Икаре, развлекательные программы в парке Зернова и театральном сквере. По итогам проведенных праздничных мероприятий в администрации наградили тех, кто принял активное участие в подготовке и проведении турниров, концертов, мастер-классов. Как отметила Елена Рогожникова, в этом году было испробовано несколько новых форматов мероприятий. Хотелось бы вообще, чтобы больше людей приходило и проявляли свою инициативу. Не давали руководство к действию, а говорили, мы можем сделать вот это, вы сможете нам помочь. И тогда, мне кажется, получаются очень интересные совершенно новые какие-то мероприятия. Одними из первых наградили членов ветеранских организаций, которые, несмотря на возраст, продолжают активно принимать участие в жизни города и выступают с различными инициативами. Мы привезли в город Вознесенцев, как они благодарили нас. Весь хор, 24 человека, в парке сделали им выступление, они выступили и благодарили. Почетные грамоты и благодарственные письма главы города и департамента культуры вручили руководителям различных городских организаций, предприятий, а также спонсорам. За помощь в организации праздничных мероприятий 12 июня и активное участие в проведении пятого фестиваля колокольных звонов и православных песнопений наградили коллективы детских садов. Вообще это, наверное, очень правильно, что наши дети с измольства приучаются к тому, что нужно участвовать в жизни города. И вот эта активная позиция детских садов, она, наверное, и вызывает вот такое уважение искреннее и желание поблагодарить их. Тех, кто хочет реализовать свои творческие идеи и сделать городские праздники яркими и интересными, всегда ждут департамента культуры, чтобы воплотить задумки в жизни. В преддверии выпускных в городах присутствия госкорпорации проходят съемки видеороликов, которые станут частью единого клипа, посвященного Созидателям Атомной Отрасли. Юноши и девушки выстраиваются в одну букву из общей фразы «Конкурс слава Созидателям». Саровским выпускникам досталась буква «Н» и отрывок в режиме строжайшей секретности. Концептуально идею разрабатывали в Москве организаторы этого конкурса «Слава Созидателям», в котором принимают участие 22 города. Это города закрытые, наша десятка, и 12 городов присутствия госкорпорации «Росатом», где атомная электростанция. Владиславу Баранову из пятой школы предстояло произнести специальную фразу, фрагмент общего рассказа от лица всех саровских выпускников. Единый госэкзамен позади, осталось дождаться последних результатов и окончательно определиться, в какие вузы подавать документы. Влад решил посвятить свою жизнь юриспруденции и уголовному праву. С грустью прощаюсь с прошлым временем, с ребячеством, и, так сказать, уверенно вступаю во взрослую жизнь. Я, ну, не знаю, не могу сказать то, что это, так сказать, взрослая прям жизнь, все-таки все равно это студенчество будет. О будущих студенческих годах и предстоящем ответственном шаге в новую уже взрослую жизнь думают все 72 выпускника. Участника флэшмоба, посвященного создателям атомной отрасли. Совсем скоро им предстоит попрощаться с любимой школой, одноклассниками и учителями. Это были замечательные 11 лет. У меня прекрасные одноклассники, прекрасные классные руководители, что первый, что второй. То есть я буду скучать очень. Ну, хоть это было иногда и сложно, и там какие-то отрицательные эмоции были, когда плохую оценку получил, что не выучил, но все равно это того стоило. Отснятые видеоматериалы будут направлены в Москву, где их смонтируют в единый сюжет, посвященный создателям атомной отрасли. Смены летнего языкового лагеря подходят к концу. За несколько недель ребята получили массу ярких эмоций и впечатлений. Тематические вечеринки, мастер-классы, танцы, бассейн, клубы по интересам. Организаторы постарались наполнить каждый день смены интересными событиями. И даже занятия иностранными языками проходят необычно. Новые слова, фразы и правила дети закрепляют в игровой форме. Им действительно это нравится, потому что мы каждый день слышим, что ребята с удовольствием сюда идут. Они не хотят уходить, потому что у нас, например, работают до определенного времени. И зачастую ребята остаются, они там доигрывают, общаются, еще что-то. То есть им действительно это интересно. Нестандартный творческий подход к преподаванию дает свои результаты. Через 10 занятий ребята могут свободно рассказать о себе и своей семье на китайском, немецком, французском и испанском языке. Арина Качалина ходит в языковый лагерь второй год. Освоив английский до нужного уровня, девочка решила, что пора открыть для себя новый язык и сделала выбор в пользу французского. Мне что-то очень сильно понравилось в нем. Он очень красиво звучит и как бы переливается. Это очень полезно, потому что ты, может быть, куда-нибудь полетишь, поедешь, и это тебе очень сильно понадобится. Ребят разделили на две группы и предложили придумать сценки, в которых будут задействованы английский, китайский, немецкий, французский и испанский языки. При этом мальчишки и девчонки самостоятельно придумывали сюжет, выступали в роли режиссеров и актеров. Когда я вырасту, я поеду в Китай и там смогу разговаривать на китайском, а не по-русски. Занятия в студии иностранных языков Language Bridge проходят как летом, так и в течение учебного года. Более подробную информацию о наборе групп можно узнать по телефону 988-22, а также на официальном сайте. Первый библиотечный дворик превратился в обитель тайн и шифров. Его гостям предстояло вжиться в образ суперагентов, рассекретить явки и выдать все пароли, а еще стать отличниками физической подготовки и решить сложные логические задачи. Фабула такая. Из сейфа библиотеки украли все сценарии наши, которые были посвящены библиотечному дворику. Украл какой-то шпион, оставил отпечатки пальцев. Детям нужно было вычислить, из какой страны приехал этот шпион, решив анаграммы, разгадать по описанию литературного героя. Затем библиотечные суперагенты составили свою разведывательную базу с отпечатками пальцев. Потом у нас будут конкурсы, датчик шума, сыворотка правды, в лабиринтах спецслужб. В общем, все на эту тематику, но все понятно с игровым моментом, но и, конечно, не забывать про голову, потому что шпионы – это не только сила, это еще ум, прежде всего. Загадочные тайны и секреты любит практически каждый ребенок, и Маргарита Болякина – не исключение. Девочке очень нравится библиотечный дворик, и она посещает встречи уже несколько лет, но эту ждала с особым нетерпением. И мне сейчас это мероприятие очень нравится, потому что тут прям так, как будто ты попал по-настоящему, смотришь, спецагент как будто куда-нибудь следишь за кем-то и думаешь, что сейчас вот-вот кого-то поймаешь. В следующий четверг к гостям библиотечного дворика присоединится Добрая Баба Яга. Вместе с ней ребята узнают, зачем вообще нужны книги и как они появились. Начало в 18 часов без возрастных ограничений. Международный фестиваль народных художественных промыслов. В Семенове преподаватели и воспитанники детской школы искусств номер 2 стараются посещать хотя бы раз в два года. Это возможность не только выставить свои работы, но и познакомиться с творчеством других мастеров. Собираются не только, скажем, керамисты, собираются все декоративно-прикладные искусства художники и ярмарочные. Там у них мероприятия проходят, представляют художников и промыслы. В составе делегации детской школы искусств номер 2 были преподаватели и воспитанники ремесленно-художественного отделения, куда входит в том числе отделение дизайна одежды и ткани. Жюри особенно оценила работу, выполненные ученицей этого отделения. Даниила Казакова является одной из лучших учениц нашего отделения дизайна одежды и ткани. Она выбрала тему по Александру Сергеевичу Пушкину, посвященную 220-летию, произведение «Сказка о папе» и его работники Балде. И работа выполнена в виде композиции. Композиции представлены куклы, выполнены вручную. Тут и ручная и машинная сборка. Автору этой работы присудили второе место. А вот диплом первой степени достался представителям отделения резьбы по дереву. На суд жюри они привезли различные ларцы, набор шкатулок, прялочную доску и другие изделия. Были представлены работы двух детей, возраст 11-15 лет. Работы детей очень сильные. Поэтому их оценили по программе фестиваля как лучшие мастера коллектива. Также в копилке наград Дышей номер 2 диплом первой степени за представленные изделия из керамики. Сейчас преподаватели готовятся к новым выставкам, конкурсам и фестивалям. Нужно обдумать все детали будущего произведения, подобрать материалы, сделать эскизы и, наконец, воплотить в жизнь. Кожаная куртка-косуха или жилетка с символикой клуба, шлем и, конечно, мотоцикл. По этим признакам легко угадать любителей быстрой езды на двухколесном транспорте. Павел Жиганов относится к своему байку как к живому существу и выбирал его подстать себе. То есть разные классы мотоциклов. Каждый привлекает свое. Кого-то спортивный, кого-то эндуро по езде, по лесам. Меня привлекает такой круизерный, чоперный стиль. И мотоциклы такого класса, как правило, не то что самые яркие, но они харизматичные. Павел Жиганов – водитель с большим стажем, но за руль мотоцикла сел всего четыре года назад. Сравнивая ощущения от езды на обоих видах транспорта, он отмечает удобство и комфорт в автомобиле. Но мотоцикл добавляет ему удовольствие от самого процесса езды. Хочется просто ехать. И вот когда начинаешь ехать, начинаешь отдыхать. Как-то морально, психологически. Конечно, ты сконцентрирован на дороге, во внимании и все дела. Но движение на мотоцикле разнится очень сильно с движением на автомобиле. Любители мотоциклов называют байкерами. В основе их идеологии лежат три символа – дорога, скорость и свобода. Байкеры объединяются в клубы, проводят различные мероприятия внутри этого движения, а также участвуют в городских событиях. Но их интересы не ограничиваются только дорогами города. Традиционно они сотрудничают с единомышленниками из других регионов страны. Больше привлекают какие-то дальние поездки. То есть мы общаемся с клубами из других городов. Мы ездим к ним в гости на мероприятия, на фестивали. И вот эти пробеги как раз между городами – это, наверное, самое ценное для байкеров. Традиционными для нашего города стали открытия и закрытия мотосезонов. В прошлом году байкеры участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных выпускникам. В этом году активисты байкерского клуба провели акцию «Внимание мотоциклист», чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к взаимному уважению и соблюдению правил безопасной езды. Соревнования пожарных расчетов проводятся в ядерном центре уже шестой раз подряд. В первых эстафетах принимали участие всего 10 команд. Сегодня их количество возросло более чем в два раза. В этом году побороться за звание лучших пришло 25 команд. Их участники – неравнодушные добровольцы из разных подразделений РФЦНЕФ, как мужчины, так и женщины. Соревнования пожарных расчетов проводятся с целью отработки действий персонала в условиях пожара, ну а также это популяризация спорта, здорового образа жизни. Традиционно первая часть соревнований – теоретическая. Все проходит как при сдаче госэкзаменов. Каждая команда получает свой уникальный билет с вопросами, никаких подсказок. Сотрудники пожарной службы следят, чтобы участники не пользовались телефонами или шпаргалками. На проверку знаний дают 20 минут. Первыми ответы сдала женская команда завода ВНЕФ. Девочки справились с теорией меньше, чем за две минуты. Билеты были достаточно простые для нас. Мы готовились, учили, учили всю ночь напролет. Мы вообще участвуем в подобных мероприятиях пятый год. Четыре года занимали первое место. Надеюсь, в этом году нам повезет. Как бы не сглазить. На удачу надеются и ребята из научно-исследовательского института измерительных систем имени Седакова. Они впервые принимают участие в подобных соревнованиях. Мы входим в добровольную команду, в дружину. И вот нас всех, так сказать, команды из НИИСа тоже прислали сюда, чтобы мы участвовали и добились, может быть, каких-то результатов. К соревнованиям команда из НИИС подошла ответственно. Учили билеты и даже проводили пробные забеги. И, как признаются сами участники, для них это было только в радость. Они понимают, что полученные навыки могут пригодиться им в жизни. Это подстегивает всех, так сказать, участников заниматься спортом, заниматься каким-то благородным делом. Просто мне хочется, иногда даже в детстве я мечтал помогать кому-то, просто так. Помогать, может быть, спасти кого-то в своей жизни, да? Хотелось бы. Практическая часть соревнований – эстафета, которая проходила в четыре этапа. На первом необходимо было подсоединить пожарный ствол к рукаву, пробежать с ним 50 метров и отсоединить в специальном коридоре. Следующий этап у нас – это тушение бочки, кошмой. Опасный этап, сказал бы сразу. Участник на третьем этапе бежит с огнетушителем уже и тушит противень. Именно третий этап стал для всех команд самым тяжелым. Его участникам предстояло пробежать в профессиональном обмунтировании пожарного в боевке, каске, сапогах и ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Ну тут и погодные условия влияют, потому что может быть и ветер тоже поднять, пожар, огонь. То есть огонь – это дело такое непредсказуемое. Если на других этапах человек может как-то повлиять на ситуацию, здесь уже дело в случае, как повезет. Четвертый этап – транспортировка человека. Девушкам необходимо пронести манекен весом от 40 до 60 килограммов на носилках. Мужчины спасают условно пострадавшего, перекинув его через плечо. Несмотря на то, что в этом году в соревнованиях приняли участие 7 женских команд, задания для всех были одинаковые и максимально приближенные к ситуациям в реальной жизни. Единственная поблажка – это переноска пострадавшего. Остальное все женщины выполняют на уровне мужчин. Потому что в жизни женщины бывают сильнее, чем мужчины. Так получается, что мужчин надо спасать. В принципе, это те упражнения, которые прописаны жизнью. Которые при любом несчастном случае, либо там возгорании, ну и эти сотрудники в НЕФ уже имеют какой-то хотя бы навык по выполнению этих упражнений. По результатам соревнований победителями среди женских команд стали сотрудницы завода в НЕФ. В теоретической части они не допустили ни одной ошибки. Эстафету преодолели за 1 минуту 39 секунд. И эта победа стала для них пятой – юбилейной. Среди мужчин впервые чемпионами стала также команда завода в НЕФ. Они не оставили соперникам шансов, пробежав эстафету за 1 минуту 18 секунд. Соревнования стали заключительным этапом в годовом плане учения по ГВХС в ядерном центре.